С выходом Little Nightmares 2 многие и без того не особо прочные временные связи между играми серии рухнули. Несмотря на то, что имелись предпосылки от самих разработчиков о том, что вторая часть станет полноценным сиквелом, также имелись намеки, что таймлайн игры преподнесет некий сюрприз и, должен сказать, шалость удалась, даже продолжается. На днях было официально объявлено, что Торсир больше не планирует работать над кошмарной вселенной. А значит, историю такой, какой ее задумал первоисточник, уже точно никому не увидеть. Однако и этот ролик планировался несколько иным, но ввиду некоторых обстоятельств его пришлось чуть-чуть переформатировать. Уж очень не хотелось повторяться. Сегодня, взяв за основу повествование вторые маленькие кошмары, мы попытаемся тебе рассказать, почему тощего из четвертой главы не существует и временной петли в истории Мона, соответственно, тоже нет. После чего поговорим о шестой и ее неизбежной роли в качестве леди. Потом скомпонуем полученную информацию и сделаем выводы относительно течения времени в этом мире, поскольку этот приквел, в конце концов, кажется, даже мог оказаться сиквелом, но чисто так, условно. Сейчас я желаю тебе долгих дней, приятного просмотра и сегодня твоим проводником в мир кошмаров, к сожалению, буду не я. История мальчика с бумажным пакетом на голове на первый взгляд образует порочный круг, где Мона, или точнее его сознание в виде тощего, вынуждено циркулировать во временной петле, то ли чтобы предостеречь мальчика о предательстве шестой, то ли чтобы привести его в башню, дабы он занял положенное место. Смею предположить, что существует и более изощренные варианты, неведомые мне. Но меня изначально сильно коробила только одна мысль об играх со временем, так как подобный сценарный ход способен оправдать любые несостыковки, другим витком событий или временным парадоксом, хотя без них как раз не обошлось. Сейчас по Little Nightmares есть теория кошмарных образов, выступающих в качестве аллегории на реально прожитые жизни Мона и Шестой, но я рассматриваю игру с позицией внутриигрового лора, с того, как устроена эта вселенная, а потому комментарии о том, что я мысли поверхностно будут неуместны. Я это делаю просто в другой плоскости. Поскольку в игре незначительное и легко объяснимое сюжетное разночтение начинается с четвертой главы, то и начнем соответственно с пятой. Но прежде говорившись, я предполагаю, что в этот момент Дождевик Шестая надела впервые, а освобожденный Тощий вовсе не Мону в будущем, но тот, кем он станет, как бы это ни звучало парадоксально. Поэтому переходим в башню, но время от времени все же будем оглядываться на события в Бледном Городе. Первое, что мы должны понять, Мона, зайдя в здание, оказывается внутри передачи, она же трансляция. Там встречает его гравитационные аномалии в виде левитирующих игрушек и пространственные искажения, когда вход через одну дверь, вопреки всему логичному, ведет к выходу из другой, в противоположной части этой же комнаты, что говорит об искажении не только пространства, но и времени, поскольку перемещение подобного формата невозможно без нарушения правил существования объектов в пространстве и времени. Осознавая, что это далеко не самое обычное место, Мона встречает в одной из комнат искаженную шестую, и тут возникает целый ряд вопросов, образованных временными парадоксами. Мы ранее обусловились, что Дождевик у шестой совсем недавно появился впервые, из чего следует вывод, что на чреве она еще не была. Но тогда откуда здесь взялись игрушки из этого самого чрева, в том числе и куклы самой леди? Откуда здесь картина девочки, которая также находилась на чреве и более того изображалась рядом с той же самой леди? И в конце концов, откуда здесь чемодан из первой Литл Найтмерс, в котором шестая просыпалась в начале своей истории? Единственный верный вывод в подобной ситуации напрашивается сам по себе. Передача извлекла все эти элементы из кошмара шестой. Подтверждение этому находится в соседней комнате, которая, судя по всему, была извлечена уже из памяти Мона, так как в ней мы были ранее, но без девочки, ведь к тому моменту ее забрал Фантом Тощева, а значит из ее воспоминаний передачи выцепить это помещение уже не могла. Однако выводы сейчас делаются без учета одного очень важного аспекта. Мы забываем, что время здесь тоже искажено. За неделю до релиза игры в трейлере нам намекнули, что существо, обитающее вне времени и не имеющее возраста, питается страхами. Потому оно и создает эти искаженные миры. Но нас попытались ввести в заблуждение мельком, показав на экране Тощева, так как он на самом деле является еще одним воссозданном образом только из кошмара Мона. А истинная злая сущность предстает перед нами в виде утробы с глазами, которая как раз соответственна за все искажения. Образ Тощева был взят из так называемого будущего мальчика, которому его приводит сама же передача. Но имеет ли само слово будущее значение в мире, где правит существо, обитающее вне времени, существо, которое и создает эти кошмары. Однако я считаю, что не случайно эта сущность заманивала Мона к себе в логово, так как он единственный, потому и Мона, кто способен противостоять ей, а значит он должен быть под строжайшим контролем. Видимо избавиться от него она не может, но при этом не исключаю, что он ей даже нужен для каких-то своих целей. С первого увиденного мной кадра сигнальной башни у меня невольно возникла ассоциация с темной башней из одноименного цикла романов Стивена Кинга. И я жалею, что до сих пор эта аналогия не была озвучена на канале, потому как сегодня она мне кажется особенно верной. Темная башня – это центр вселенной, средоточие силы. Она располагается в точке пересечения шести лучей. Внутри темной башни бесконечно большая. Поднимаясь по спиральной лестнице, можно попасть в комнаты, каждая из которых содержит сцены и жизни стрелка. А на самой верхней двери написано «Роланд». И пройдя через нее, стрелок попадает в свое собственное прошлое. А теперь к игре. На двери в коридоре, по которому движется Мона, можно увидеть цифру 6, ровно как и лучей, ровно как и детей в артбуке. Также Мона, проникая в разные комнаты, попадал в помещение, состоящее из осколков кошмаров, то есть по сути воспоминаний. В сигнальную башню, ровно как и в романе Кинга, уже проникло зло. Алый король оказался заперт на ее балконе. Здесь же передача скрыта на изнаночной стороне видимого. И как ты помнишь, стрелок, зайдя в дверь на самой вершине, оказался в своем прошлом. Точно так же и шестая оказалась в начале своего кошмара. Получается, что как только девочка покинула ослабленную передачу через уже открытую дверь, то становится трудно сказать в каком, где и когда она вышла. Дело в том, что эта комната, хоть и идентична той, что была в финале DLC к первой Little Nightmares, а также той, в которой был освобожден образ тощего, в первую очередь это видно по половым доскам и креслам, стоящим по обе стороны от ТВ. Однако сам телевизор немного другой, да и в момент прохождения никакой листовки чрева в комнате нет, а шанс, что ее туда занесло ветром сводится к нулю, так как это помещение и прилегающий к нему коридор не имеет брешей, а значит стоит задуматься о времени действия или же о кошмаре, в котором девочка оказалась. Однако, почему после финала Little Nightmares шестая по логике вещей не должна была никогда покидать пределы чрева. Если верить описанию леди с официального сайта, то без нее чрево не сможет функционировать, а значит шестая, поглотившая ее силы финалей, если покинет судно, то обречет себя на голодную смерть. Ведь сколько бы она ни сожрала, голод рано или поздно вернется, а значит ее судьба стать новой владычицей чрева. Или же, как и в случае с Моно, занять положенное место. Надеюсь, мне удалось донести свою мысль, пусть и не получилось полностью избежать временной петли или чего-то подобного в сюжете, но ее точно можно исключить из истории Моно, потому что тощий из четвертой главы всего лишь фантом, созданный передачей, а не образ посланной Моно из будущего.